сегодня я хочу посадить луковицы каллы вот такая кала пикассо интересная и одесса вот даже не луковица 3 стаканчик заполнила я грунтом да ближе покажу вот посадили и так друзья прошла неделя аккуратненько буду сейчас рассматривать позже и так всем привет любителям садоводам и кто пытается вырастить на дому в горшках каллы продолжение предыдущего видео вот как обещала снимаю дальше процесс развития событий и роста у калл и вы можете наблюдать как поднялись листочки и они растут с каждым днем с этой стороны тоже прорастает три штучки листочков самая большая луковица была посередине это у нас кала пикассо и она еще нерешительно выбрасывает листья но если чуть-чуть вот так вот разрытую видно что здесь уже зелененькая тут корни корни наверху укал внизу нету их закапываю здесь маленькая бабочка тоже растет зарываю назад как вы видите грунт такой рыхлый не надо его забивать сильно заливать сейчас я опрыскиваю просто сверху водой пульпулизатором опрыскиваю я каждый день чтобы поверхность почвы было всегда такое важное заливать сильно не надо но чтобы было влагу если залешь они могут сгнить если их каждый день не опрыскивать и почва будет сухая естественно тоже ничего не будет будут продолжать дальше снимать как дела моих калл который купила луковицы в эпицентре и так друзья прошло пару дней и смотрите просто растут на глазах очень быстрый у них рост у этих калл вот эти как классно просто вытянулись еще попускали детки но это скорее всего из этой луковицы и смотрите тут она проросла тут проросла тут вывозит маленький зеленый зеленыш тут еще начинает расти и вот корни что я вам говорила у них корни поверхностное то есть растут сверху надо их прикапывать с этой стороны вот тоже хорошо так начали расти так и что я думаю этот горшочек явно для них будет маленький я буду рассаживать эти луковицы по разным горшкам то есть куплю горшочки по отдельности и достаточно такие чтобы цветочки хорошо себя в них чувствовали рассажу чтобы они действительно но вот этот горшок для них маленькие это просто издевательство над ними будет какой-то поэтому я их рассажу в отдельные горшочки они будут себя чувствовать прекрасно вот видите тоже тут корень уже такой и надо буквально на днях мне это все делать пересаживать их пока у них достаточно корневая такая система не выросла и пока корни не начали у них запутываться между собой вот это был такой действительно мой первый эксперимент с этими калами как бы впервые я их решила вырастить у себя и сильно там надеждами не не пытала что вообще что-то получится но как видите либо это действительно настолько неприхотливый цветок что даже вот у меня неопытного начинающего собрада получилось прорастить луковиц из эпицентра луковицы конечно были не знаю в таком состоянии спящим что я думаю что если честно ничего не из них не получится и они не проснутся и погибнут у меня просто в этом горшочке но все отлично они начали прорастать хорошо себя чувствуют и довольно быстро растут поэтому есть смысл их пересадить ну что ж будем наблюдать дальше за ними прошел еще день смотрите наши детки подросли особенно это тянется корни уже прям вылазят наверх и я приобрела такие вот горшочки 3 штучки и сегодня я их рассажу и покажу вам буду пересаживать методом перевалки аккуратно вываливать их из этого горшка и высаживать в этот такой торфяной грунт с дренажом так ребят смотрите пересаживаю смотрите какие там уже огромные корни по вырастали мне страшно их трогать смотрите насколько сейчас мне придется быть аккуратно тут корневая система очень выросла боже мой то есть то есть надо было их сажать сразу более крупные горшки и в крупный такой квадратный или в такие одиночные вот я подготовила играюсь с вазонами сейчас покажу вам смотрите какие корни тут тут земля подготовила такая мягкая торфа универсальный сейчас попробую это все пересадить смотрите ребят достала руками очень аккуратно смотрите какие огромные корни это просто вообще фантастика какая-то очень быстро разрослись корни и сейчас не надо их переплетение аккуратно разъединить и пересадить в отдельные горшки смотрите корни аж ушли туда такой паукообразно ребят покажу уже вам как пересажу вот смотрите пересадила горшочки теперь тут они в этих горшочках будут расти конечно самый большой прямо по часам растет теперь не будет им тесно смотрите этот выпустил столько много листочков вы видели какие корневища у них так они будут стоять здесь на подоконнике итак друзья смотрите прошло пару дней всего лишь пару дней и смотрите какая красота то есть чувствует себя замечательно каллы особенно это посередине самая быстрая самая шустрая горшочках хорошо не себя чувствует уже приняли здесь подросли тоже тут у нас замечательно чувствует там видно еще будут листочки на камере пока еще так сильно не видно но тут и тут прорастают тоже маханьки так что чувствует они себя замечательно смотрите какая красота это прошел всего день вот посередке формируется полным ходом листочки погнался так сильно в рост через неделю я думаю будет тут такой уже шикарный куст и вот здесь подросли вот подросли и переглядывая видео я посмотрела что вот это оказывается пикассо это однозначно она была такая самая большая луковица и тут с такой деткой вот судя по всему вот это вот детка отделилась вот она растет тут еще будет две штучки это все что я здесь вижу а вот эти были по бокам какая из них цветом будет я не знаю но то два цвета темно-бордовая и черно-бордовая и красотки вот еще один день прошел смотрите так вот выросли они вообще листочки формируются очень быстро тут подросли тоже хорошенько пикассо наша подросла а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok каллы значит вот это у нас пикассо очень надеюсь что там тоже будет цветочек так вот он вытянулся интересно и что я вижу здесь маханька тоже будет цветочек пускать была такая маленькая луковица и посмотрите какая она сильная как она попускала цветочки много и такое самое первое проснулась она им попускала листья к закустилась а его цветочки такие уже дала нам пикассо долго конечно сидела но тем не менее по высоте она уже догнала но не по густоте эти малютки так и сидят не вылазят так что наша там следующая смотрим вот видите уже подросла вот цветочек наш вырос будет скоро раскрываться набирает цвет смотрите был более зеленый сейчас он уже такое набирает цвет темно-фиолетовый такой какой-то интересного цвета будет красиво будет побольше вот цветочек наверно как и пикассо тут тоже пока один возможно может быть или мне так очень просто хотелось бы чтобы здесь тоже был цветок и здесь мы хотелось бы так что друзья давайте я вам напомню какие были заявлены цвета изначально какие приобретала луковицы они же шишечки бульбочки картошечки как их только не называют смотрите вот это пикассо у меня вот она такая пикассо самая большая луковица вот это как там про мисс про майс вот такой вот заявленный цвет у меня вот такие они может но как вам такой цвет бы тоже неплохой мне даже нравится такой интересный небольшая была луковица но конечно отличая вы видите да ну такое вот серьезное отличие хорошо ну и одесса кала вот такой вот должен быть свет посмотрим я его ожидал может быть это кала будет похоже на свой цвет как заявлено на этой картинке вот как-то так ждем пока распустится этот но на следующий год я уже для вот этих луковиц буду в озончике побольше брать ним возможно буду приобретать других расцветок еще луковица какие-то рыженькие алые интересно какой-то цвет увижу все равно очень мило очень мило и красотки вот смотрите распустилась уже и третья кала тоже видно насыщенный такой хороший цвет красивый вот он такой красавчик вот эти тоже вверх потянулись видите они больше не раскрываются то есть они такую форму имеет этот вверх тянется поливаю я их через день смотрю чтоб грунт был влажный них постоянно через день как раз очень хорошо их поливать грунт полностью не высыхает и тем не менее я их не переливаю таким образом все к солнышку тянулись я их развернула в другую сторону чтоб они выровнялись через день я их поворачиваю удобрения я раз в неделю им подливаю специально для цветущих цветов там есть микро-макроэлементы все что надо для цветка давайте покажу каким именно вот смотрите друзья вот таким вот удобрением я пользовалась удобряю свои каллы удобрения бутонизации и цветения но подходит как для комнатных растений такие для тех которые растут в саду 20 грамм на 10 литров воды и раз в неделю раз в 10 дней я добавляю удобрения своим калом